Пропала моя младшая сестра. Чего? А я тебе что говорю? На электричке, на станции должны встретить. Были полтора часа назад, её нет. Егор! Егор! 20 июля в жизни моей семьи произошла трагедия. Моя младшая сестра пропала. Она поехала к подруге на день рождения на электричке и не вернулась. Мы продолжаем наши поиски. Короче, Егор что-то вообще конкретно поплыл, но мы вот сейчас приехали на станцию, на электросталь. И я уверен, что мы найдём Алису, просто мы должны её сейчас найти. Но Егор что-то, конечно, вообще вау сидит, надо его звать. Егор, выходи! Вылай, давай! Писать нужно. Бля, пацаны, а если она не на этой станции? Она может быть не на этой станции? Я не знаю, если она приехала сюда, если она приехала сюда на день рождения подруги. У меня просто уже... Ну вот просто горит пердак, если честно. Я не понимаю. Я очень сильно хочу, очень сильно хочу её найти сейчас здесь. Мы сейчас здесь походим, обойдём всю эту станцию. Я предлагаю начать сейчас с этого. Что, мы туда идём? Пошли. Не знаю, да куда, короче. Пацаны, я честно тянусь у меня сейчас, когда я сидел, ну, вон там, и у меня началась паническая атака. То есть, знаешь, только паническая атака, типа, у меня жёсткая тревога внутри. Я не понимаю, что происходит, и мне очень тяжело. Я извиняюсь, что я начал ныть. Идём, всё. Саудиться с Алисой, блядь. Я даже видел, как она... Успокойся, чувак. На руках её маленькой даже держала Алису, блядь. Чувак, успокойся, чувак. Нормально всё будет. Найдём всё. Просто мне реально очень тяжело. Если вы представите, что кто-то из ваших близких, будь там сестра, будь там, не знаю, брат, будь там мама, папа, кто-то из ваших родственников потерялся, у вас, вот я уверен, будет похожее состояние на моё. Поэтому мы сейчас идём искать Алису куда-то туда. Скорее всего, сейчас найдём. Короче, пацаны, полная тьма. Чтобы вы понимали, как выглядит эта станция, вот просто смотрите. Вот так просто. Я даже не понимаю здесь, ну, на самом деле, первый раз. Я не понимаю, где она тут может быть. Очень темно. Сейчас предлагаю перейти через рельсы. Через эти. И посмотреть на той стороне, потому что там, не знаю, там какие-то деревья, там какой-то лес. Я вообще не понимаю, что там находится. Вот там какое-то здание очень стрёмное. Короче, я не знаю, где искать, но если я не буду искать вообще, тогда Алиса не найдётся. Поэтому я предлагаю искать здесь, пацаны. На самом деле, пацаны, я сейчас пришёл на эту железную дорогу. Там, если не ошибаюсь, у нас дорога, проезжая часть. За проезжей частью ничего быть не может. Здесь просто вот. Здесь просто вот так. И даже хера узнает, где искать. Ну вот мы сейчас здесь идём. Вон там какая-то зона есть. По железной дороге идти, что ли? Может, мы пройдёмся по железной дороге, чувак, куда-нибудь вперёд, не знаю, туда? Да нет, это что, это бред, здесь поезда ездят. Нет, давай по станции пройдём, во-первых, ходить опасно. Давай здесь пройдём по станции. Если там нету, будем думать что-нибудь уже. Получается, до конца дойдём? Да, да. Там посмотрим? Да, да. Блин, просто вот это стрёмно, чувак. А что, ну вот, что может произойти, да? Просто у меня вот закрадываются в голову такие мысли, поэтому мне очень тяжело. Пока ничего не произошло, не парься. Пока ещё ничего не знаем. Просто, ну, чтобы вы понимали моё сейчас состояние, мы ходим по железной дороге, ищем. Если бы она здесь, если бы с ней всё было окей, тогда она бы, ну, уже выбежала бы. Хотя мы просто ходим. Короче, я думаю, ну, вот сейчас, сейчас уже пройдёт, несколько часов ещё пройдёт. Вот, и всё, обращаемся уже в полицию и ищем. Чего тут нет? Сто процентов нету. А там вся платформа... Давай мы дойдём до конца, пожалуйста. Короче, мы будем обращаться в полицию. Я надеюсь, что они будут с этим разбираться, потому что в полиции сейчас ты п***ц, чувак. Сколько раз я обращался в полицию из-за своих видосов. Они нихера не делают вообще. Они нихера не делают. И мне очень страшно, чуваки. Мишань, погнали. Мы отходили по платформе, никого не было. Пусто. Моё состояние ухудшалось с каждой неудачей. Я не знал, что мне делать, как вдруг поступает звонок. Какой Ульяна? Снимаешь? Алиса, у меня свой номер скинула мамы девочки, к которой они пошли на день рождения. Я знаю, что она пошла сюда с Алисой. Лиска, не снимай так. Так, стой, подожди. Ульяна... Подожди, где они. Это моя сестра. Они с Алисой пошли на день рождения. Я знаю, что... То есть ты старшая... Нет. Я точно знаю, что... Ну, я знаю, что она поехала с Алисой. Было столько столько, потому что мне... Я написала однокласснице в Яну, и она сказала, что Алиса с ней была. И в номер скинула. То есть Алиса поехала с Ульяной на день рождения, с твоей сестрой? Да, да, да. Пуги здесь. И... Получается, Ульяна тоже потерялась? Приезжай. Приезжай. Мы сейчас на станцию Электростарь, где они вышли. Приезжай, пожалуйста, сейчас... Сколько тебе ехать? Сколько тебе? Давай, все, приезжай. Мы на станции, находимся Электростарь, станция железнодорожная. Давай. Давай. Ты п***ь, б***ь, б***ь. Да, я тоже вахуй. Ты это слышал нахуй? Да, да, я тоже вахуй. Ты сейчас понял, что произошло? Да п***ец, да. То есть мне звонит сейчас старшая сестра девочки, с которой Алиса. Она спросила, видимо, мой номер. И она знала, что я ищу свою сестру. Она мне сейчас позвонила и сказала, что у нее сестры нет тоже сейчас. П***ь, да. Они вместе поехали. Я в шоке. Я думаю, они куда-то поехали, короче. Мне кажется, это точный день рождения, чувак. Мне кажется, они просто куда-то, типа... Смылись. Может, куда-то в гости, может, ну, типа, я не знаю. Я не понимаю, зачем врать. То есть... Б***ь, это просто сука. Она мне что-то хочет сейчас еще показать. Вот эта девочка, она мне хочет что-то показать. Сторис какой-то она сказала. Она сказала, что есть какая-то сторис. Я у Алиса смотрел, там нет никаких сторис. Когда она приедет? Может, у этой девочки есть сторис? Ну, наверное, она и покажет. А когда она приедет? Сейчас она приедет через 15 минут. Погнали обратно туда? Погнали, погнали. Что мы делаем сейчас? Мы просто сидим, на самом деле, ждем. Она сказала, что уже сейчас подъезжает. Пацаны, я очень сильно хочу какую-то инфу. Я уже... У меня столько было мыслей. Что может быть в сторис? Вот. Я сейчас с ней переписывался. Она сказала, что в сторис была... В сторис, типа, лучшие друзья. И не мама, там, не она даже не могла видеть эту сторис. То есть вы поняли прикол, да? Да-да-да-да-да. То есть это сторис из лучших друзей. И она мне до сих пор ее не показала, не скинула. Она сказала, что при встрече у меня сейчас... Я думаю, сейчас ясность какая-то должна наступить. Ну, по-любому. Если не наступит, я буду, чувак, просто в шоке. Потому что сейчас мне позвонили, у меня сердце вот так заколотилось просто. Я подумал, неужели там с какого-то номера мне Алиса звонит? Может, у нее сел телефон, она мне с другого номера звонит? У меня мысли просто, чуваки. Ждем, короче. Привет. Привет. Да? Смотри, короче. Вот скрин. Это мои сестры, смотри. Это, короче, вот видишь, она выложила, типа, для друзей. Блядь, это моя сестра. Вот написано, экспертик. Сегодня будет трэш. Надеюсь, выживем до утра. Я просто... То есть, это сторис с твоей сестры? Да. Ебать. Подсними еще раз, подсними, подсними еще раз. Сегодня будет трэш. Надеюсь, выживем до утра. И отмечено, экспертик, и вот здесь лучшие друзья. А, что вы думаете? Я просто... Где-то зависает, наверное. Они сказали, что поедут на день рождения, но, слушай, тут будет трэш. Надеюсь, выживем до утра. По-любому, это какая-то... Блядь, вот это вот, типа, чуваки, на самом деле, у меня вот эта вот фраза, это слово запикается, потому что Ютуб такое не любит. Типа, вот надеюсь, выживем до утра, у меня это ассоциируется с... Не знаю, типа... Да нет, она не такая. Она не стала бы. Бля, ну это типа... Это типа вот прямо сейчас серьезно, ребят. То есть, я... Мне сейчас кажется, я сейчас даже немножко подуспокоился, потому что мне кажется, что они поехали на тусу, на какую-то вписку, блядь, или хуй его знает. Еще какая-то инфа. Короче, эта девочка, она еще адрес скинула, смотри, там... Там будет адрес, вот. И... Короче, мне кажется, что они могут быть там. Вот, я не знаю, я на самом деле одна боялась, что я ехала. То есть, адрес... Где они могут быть. А, то есть, тебе скинули подруга адрес. Да, да, да. Я не знаю, просто... Какой адрес? Мы сейчас туда едем. Да, я... Мы сейчас туда едем, чуваки. Мы едем на этот адрес, там с квартирой? С квартирой с этажом? Да, 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 да. Едем туда тогда? Да, мы быстрее, тем лучше. Еб***ь, это просто... Че за цирк? Че за цирк? Я, причем, звоню Алисе, сейчас я еще раз позвоню Алисе. Сейчас едем в тачку, я позвоню. Она мне не отвечает, у нее недоступен телефон. Твоя сестра отвечает? Нет, нет, это было включено. Тоже не отвечает. Обе не отвечают. Как можно было поехать? Даже если ты едешь на вписку, почему нельзя было предупредить? Просто, чуваки, сейчас погнали, пожалуйста, дубни на этот адрес. Какой там адрес? Там... Короче, адрес, вы идут в полет, да? Да, я тебе скину, я тебе скину, Даша. Едем, ребят, сейчас просто... Что ты будешь? Блядь, если там какая-то кусок, чуваки, и если она там, я не знаю, в каком она состоянии, доживем до утра, это че типа, они будут бухать или что? Я надеюсь, что бухать, потому что если что-то другое... Ну, это просто... Мне не спасать, мне кажется. 13 лет, просто. Твоя сестре сколько лет? Столько же, а не ровесницы. Алина сказала, что там ЖК, ЖК в Ногинске называется Полет. Вот, ЖК Полет. Кто-нибудь слышал о таком ЖК? Ну приблизительно. Короче, просто туда сейчас едем, даже не важно, кто слышал или не слышал. Там нормальное жилье, кстати. Нормальные квартиры, то есть не бомжатник. Я даже понятия не имею, кто там вообще может быть. Одноклассники какие-то. Я вообще без понятия кто там, я вообще никого там нет. Просто я никого не знаю. Мы ускорились и быстро поехали в Ногинск по адресу, который дала Алина. И если это все обманывает девчонок, то нужно быть просто Шерлоком Холмсом, чтобы это все разгадать. И я не понял, зачем они это сделали. Так, пацаны, мы приехали обратно, вернулись в Ногинск. Вот этот ЖК. Мы прямо сейчас подъезжаем. Либо этот дом, либо вот этот дом. Какой дом? Вот тот справа. Справа вот этот? Да, да, да. Вот, ребят, вот этот вот дом. Мы сейчас сюда идем. Какой подъезд? Пятый вроде. Пятый? Должен быть пятый, да. Так, это у нас седьмой, шестой подъезд. Вот этот пятый. Вот у пятого останавливайся. Все, останавливайся здесь. Если там сейчас какая-то тусовка, я не буду сильно удивлен. Мы сейчас просто поднимаемся, стучимся в квартиру. Я предлагаю не место участвовать, потому что мое лицо, возможно, знают здесь школьников. Потому что здесь школьников очень много, но я знаю. Вот я предлагаю, допустим, ты, Гриша, или Миша, постучитесь, что-нибудь там, не знаю, скажете. Вот, откройте. И все. И мы тогда уже забежим. Ага. Я предлагаю как-то так. А сейчас просто внимание. Мы тупо сидели, Гриша писал видос непрерывный. И я боялся, что он это не запишет. Но он записал. Внимание на экран. Алиса звонит. Алиса звонит. Алиса звонит, блядь. Алло. Что за хуйня? Блядь. Алиса позвонила. Это Алиса позвонила? Блядь. Это что за хуйня? Вы это видели сейчас? Да, да, да. Вы это видели? Да. Ты это снял? Да, да. Она же только что звонила. Как он может быть выключен? Телефон оппонента выключен. Все, поднимаемся, кроется. Все, поднимаемся, идем. Мне кажется, она там. Мне кажется, что она может быть там. Только я не понимаю, почему она скинула трубку. Погнали, короче. Открыли. Открыли. Может они кого-то еще ждут, блядь? Возможно. Понимаю. Я уверен, чувак. У меня прям чуйка сейчас. У меня такая чуйка, что они там, чувак. Мишань, давай, заходи, заходи. Блин, я даже не знаю, что мне сейчас говорить, если честно. Почему? Я пыталась звонить Ульяне, она не берет трубку. Не берет трубку? Нет. У нее так же выключено? У нее просто выключено. Она даже не, я не знаю. Я вот этого не понимаю, то, что выключен телефон вообще. Я сейчас не понял, почему Алиса. Может она что-то, не знаю, может она мне звонила, чтобы я, ну, может какая-то помощь ей нужна, Алиса. О, Господи. Блин. И типа она звонит, почему-то сразу сбрасывает. Ну да, Бог, что случилось. Может она потеряла телефон, кто-то позвонил и потом сел телефон. О, ну я не знаю просто, какая может быть, ну вот. То есть какая у него будет история? Сюда надо. Сюда? Так. Эта дверь? Эта? Да, да, это это. Ты слышишь музон там, да? Слышишь музон, смотри, сейчас ты, короче, подходишь. Ребят, зайдите сюда. Сюда зайдите, что у вас не было видно. А то они посмотрят на глазок. Там есть глазок? Нет. А, есть. Есть глазок? Да, да, да. Все, короче, ты, не знаю, либо ты сосед, либо кто угодно, короче, случишься, говоришь, типа ты сосед, А мне стучаться надо именно. Да, 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 да. А я думаю, что я такой, типа дверь открываю, и она открыта, ну, не закрыта, типа. Я в этом месте постучался с самого начала, но типа все равно как бы. Может я еще не знаю, типа мы к ним сейчас будем плаваться. Это тоже некрасиво. Да, если по-хорошему поговорим. Да. Давай, все, иди. Там главное не спалиться в глазок. Постучи погромче. Лучше не закрывай, не закрывай глазок, не закрывай глазок. Попробуй, верни ручку. Все, все, все. Тихо, тихо, тихо. Привет. Здравствуйте. А вы что здесь шумите? Да мы шумим. Что, вы бухаете, что ли? Нет. А родители дома? Нет. Короче, тут это, это они. Слушай, дружище, извини. Смотри, просто хотели по-хорошему. Сначала поговорить. А вы кто? У меня пропала сестра. Да. И у нее тоже пропала сестра. Короче, ваш адрес дали. Я сейчас нет. Твой адрес дали. Я даже не знаю, кто это. Какая сестра. Сестра у меня Алиса. Он не знает. Слушай, мы с тобой можем сейчас по-хорошему поговорить, потому что дали твой адрес. Сказали, может она тут быть. Я не понимаю. У вас там что происходит? Я не понимаю. Давай. Может вы нас пропустите? Мы посмотрим просто. Давайте. Пройди, пройди, пройди. Пройди, пройди. Не, ну если ты нам не хочешь говорить, мы у твоих друзей просто спросим. Просто посмотрим. Сами просто посмотрим. Пацаны, давайте. Гриш, отойди, пожалуйста. Пацаны, давайте по-нормальному. Я являюсь, объясняю, знаете у меня, не знаете. Я являюсь братом Алисы. Алиса Дорофеева. Дали ваш адрес. Две девочки пропали. Хочу с вами нормально пообщаться. Этот мне не хочет говорить. Что вы сюда пришли? Убери камеру. Что это? Камеру никуда не уберу, понял? Нормально со мной общайся. Я с тобой нормально сейчас разговариваю? Тихо, тихо. Сюда иди. И вышел. Алиса, где? Я не знаю, кто это вообще. В смысле ты не знаешь? А почему тогда адрес твой дали? Без понятия. Пацаны, я вам объясняю еще раз. Все, давайте уходим. Никуда никто уходить сейчас не будет. Дали ваш адрес. Это что за квартира? Это что за квартира? Ни пуху, кто отец вообще. Вы тут бухаете что ли? Нет. Что от вас так воняет перегар? А сколько лет вообще? Не важно сколько нам лет. Все, уходим. Все, уходим. Девочку найдем. Девочку найдем. Все, руки убрал. Пацаны, давайте. Дай я разберусь. Дай я разберусь. Дай я разберусь. Стойте, пацаны, я вам еще раз объясняю. Можем пройти с тобой? Да, пойдем. Пацаны, я вам объясняю. Можешь, пожалуйста, пацаны, я вам объясняю. Это кто? Я вам объясняю, чуваки. Чего ты сделаешь? Алиса где? Какая разница? Что мы будем делать? Девочка пропала. Ваш адрес дали. Чего непонятного? Потому что ваш адрес дали. Вышел. Все. Ты хочешь поговорить о деньгах? Ты можешь нормально сейчас мне объяснить? Да, вы знаете, что мой отец на хуйом бизнесмен. Это чья квартира? Уголовка, блядь. Какая нога уголовка? Чего несешь? Чего ты несешь? Это чья квартира? Чья квартира? Родители. Родители? Где родители? На даче. У вас тут вписка был устроен по краисту. И что? Какая разница? Какая разница? Какая разница? Какой адрес дали. Еще раз, друзья. Это адрес, где вы сейчас находитесь. Его нам дали. Его сдали адрес. Не важно, блядь, кто дал. Поняли? Ваш адрес дали. Вы здесь сидите, бухаете. Пиво, блядь. Чего вы тут курите? Здесь накурино. Какая разница, кто это? Не трогай меня. Блядь, вы знаете, где мой отец? Давайте на хуй. Меня шип... Кто-то мой отец. Я спрашиваю, где мой отец сейчас выстраивает? Звони кому угодно. Пусть он приезжает и увидит в таком состоянии. Давайте вместе с твоим отцом разбираться будем. Пусть он приедет и тебя увидит в таком состоянии, в котором ты сейчас находишься, блядь. Все, все. Что он тебе разрешил? Уходим. Все, наша квартира уходим. Не трогай меня, я тебе сказал. Две девочки к вам приезжали. Где фотку показать, чтобы ты вспомнил? К нам никто не приезжал. Музыку можете выключить, пожалуйста? Нет. Мы хотим, мы слушаем музыку. Куда ты куда шел? Куда ты куда шел? Музыка выключает. Куда ты куда шел? Нормально, будем... Потом послушайте. Пацаны, давайте послушаем. Пацаны, давайте послушаем. Нормально. Давайте сами нормально. Я вам показываю. Я с вами ссориться. Ребята, не хочу. Не хочу сейчас... Чтобы у вас проблем не было, и мы нашли Алису. Смотрите, вот девочку. Вот. Вы знаете вообще? Нет. Вообще первый раз вижу. Нет. Пацаны... Ульяна, они вдвоем были. Вы только должны их знать, потому что нам дали ваш адрес. Ульяна, знаешь? Нет. Там никто не приходил, я еще раз повторяю. Ульяна, слушай. Еще раз повторяю, что никто не приходил. Типа я с вами не знаю, как общаться, потому что дали ваш адрес. Давай я ментам звоню. Дали ваш адрес. Какие ментам? Какие ментам? Я даже не знаю. Какие ментам? Я просто в шоке. Чуваки, давайте вы сейчас расскажете просто. Они ехали к вам. Кто? Три девушки. Мы как сидели тут, так и сидим. Там никто не приезжал. Сейчас батя мой приедет, и вам все тут приедут. Сейчас полиция приедет. Если твой батя приедет, тебе пиздец. Тебе. За что? Потому что ты своих друганов позвал тут бухать. Сколько тебе лет? Я 15? 16 или сколько? Если твой батя приедет, он тебя выпарет за это. Если ты говоришь, что какой-то крутой батя, то он тебе пизды даст. Ну он в первую очередь. Бухал ты при бате хоть раз? Нет. А чего тогда ты говоришь, что батя твой приедет? Сейчас вам пизды дать. Проморвались чужую квартиру просто так. Вам никто не давал разрешения. Мы сейчас звоним ментам, короче, потому что мы уже сейчас, я вам объясняю как есть. Мы сейчас уже собираемся звонить ментам, потому что мы ищем девочек уже 4 часа. Если вы не можете как пацаны нормальные нам помочь. Нам никто нахуй не прислал. Нам поможет. Я еще раз повторяю, никто не приходил. Скажи, ваш адрес, блять, сказал я сейчас, мы сейчас будем звонить ментам. Вас точно привлекут. Я объясняю. За что привлекут, если к нам никто не приходил? Потому что ваш адрес сдали. Что, блять? Менты, блять, сейчас следак завтра приедет. Какие менты? Следак завтра приедет, будет задавать вопросы, и, блять, сам все найдет. И ты охуеешь тогда. Кто сказал? Ты знаешь, кто его отец? Я сейчас хуй. Следаку тоже хуй, кто его отец. Он придет, вопрос задаст, с его отцом поговорит. Его отец охуеет, ему будет пиздец, и вам всем будет пиздец еще от следокабли и от ментов нам. Как тебя зовут? Ваня. Ваня? Ваня, ты адекватный человек, скажи мне, пожалуйста. Ты вроде нормальный сидишь. Чтобы не было у тебя проблемы, у твоих друзей, ты можешь нормально сказать, где девчонки? Я по вашим глазам лживым вижу то, что вы все знаете. Да пиздец, конечно, блять. Можешь сказать? Что ты на него? Что расскажем, парень? Переходите в телеграм-канал по первой ссылке в описании и смотрите продолжение. Они испугались и вывалили нам всю инфу, потому что было просто очевидно, что девчонки точно находились в их квартире. Срочно переходи по первой ссылке и смотри концовку, а искать, я думаю, нам осталось совсем недолго. Ирина.